прогибайся сильнее живот вперед прогибайся не назад отъезжая прогибайся задницу вот сюда вперед кого понимать что-нибудь все задницу вперед не вот так вот а вот так на себя так вот народ нихера здорово куда повернуть камеру здарова народ решил вас сегодня порадовать тренировкой и бородой свои дали на к бородище там уже вот бородище баночка экран не влазит уже да так здорово-здорова здорово чалысый подойдет начнем качал белая димона сейчас знаете кто такая белая димон спрашивают чего спрашивают кто такая белая вот я показывал вот этих двух молодых особ спрашивают кто такая белая объяснить кто такая белая это девушка который за которую я могу за одну заряжать на за вторую порвать не испугавшись что мне за это будет да ну или просто зарезать или просто залезать да ну и просто прострелить голову до так что белая заняты и черная тоже димона белая мне черная ищите сюда братом девушек билдеров здесь нет здесь бородатые лысый шишки звезды шишки звезды здорово как сахнута народ это привали в блядь димон покажи банку вместе у тебя банку сушками какой волшебный телефон да мы сегодня качаем на банке ног попу вперед прогибайся вперед прогибайся вот как же же как же жена лимона чё у лимона есть жена а кто у лимона жена апельсин что ли а нет лимон да у лимона жена апельсин глядя что такое горячую попку сейчас сейчас покажу где где-то вот горячую горячую попку я им показал свою горячую вообще огонь лимона белая у меня черная кто пухленькая я пухленькая или попка сейчас перебанит всех и сказал кто сказал пухленькая сейчас она всех привет привет всех перебанишь да пухленькая мне кажется аппетитная а это про мою попу да у меня попа еще орех да да это точно покажи палец девушек капец я тебе я сейчас свой палец покажу димон покажи второй тоже покажи свой палец все как и худела вообще видели она обнаглела уже до какой степени как она наряжается вот смотрите и далее было пухляшка было пухляшка теперь милашка вот смотрите любовь морковь смотрите что там творится ой 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 няшки няшки какашки няшки вот уж 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 вы слышь вася вот качаться начнем сегодня девчонки уже все мокрые а мы а мы из-за того что развязку открыли пробка да вот вы я не понимаю нахуя задавать вопрос вот видят человек с девушкой обнимать нахуя тебе задавать этот вопрос где жена лимона где где с другим где-то вот в труд надо это подковырнуть да под подъебнуть подковырнуть интересно что ли там где жена вот жена димон вот жена все блядь да какая вам разница чё случилось но развелся человек блять женой или там да похуй нахуй послал заебалом жизнь и продолжается жизнь блять продолжается чё блять такого первый раз димон ты блять совершил событие века просто блять понимаете вот димон блять счастливая за него не нарадую своим блять где жена чё случилось где блять ёпта дима сколько раз сегодня посрал дима сколько раз пернул блять дима сколько пироги сразу три раза верн жрал 4 букву вернул сколько раз сегодня считал не считает он сколько пердин сколько раз стряхиваешь когда пасты ж пока не кончится как какие капли сначала большие потом бумагу бумагой подтирать так чё еще свои трусы какого цвета час час трусы вот блять так чё-то носки какого цвета белого шишка у тебя откуда почему вуха грязная в носу в носу брил давно ухо чисто носу давно брил дня три на шишка почему так почему кольца нету потому что уже не женат а где твоя жена ты что ее ты бил убивал убивал все довольны 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 где жена ребят я на самом деле прикалываюсь угораем чё я схватил деревянный ящик налил я и положил туда закопала когда она там проснулась уже было поздно чё за ужас это такие рассказы у нас где жена я говорю я а вы чё балл бездельничать чё даже пора качаться мы это все не бицепс бедра делаем и уже наш подход так счастья подход к я на держу а девочки красивые у вас пишешь конечно красивые самые красивые после кардиус сильно кружится голова потому что питаться нужно правильное как следует вот видишь спасибо вот меня кто-то понимает димон нашел все лучшую девчонку да так лучшие девчонки давайте к у вас были подтягивания теперь у вас тяга гантелей двух в наклоне вот так может сюда приходить да 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 вот вот так спиной да вот так берите килограмм по 7 может ну а руку спиной тянуть 60 там есть одна 60 и вторая 60 килограмм по 7 белая белая мой бицепс бедра синий качаем и ванны и приводящих качаем и крыщу куда торопишься так приятного аппетита сайт как контролировать состоянием сдавать анализы и сделать узи узи каналы посмотреть там желте точные всякие короче канал обязательно узи и сдать анализы анализы придите и спросить какие именно на эти органы сдаются я сейчас будет знает вот я просто биохимию полностью сдаю мы не мерили кто больше поменьше постигает у нас у нас все общее да мы не меряем но больше поменьше приседать ну да сегодня бицепс бедра обязательно буду выступать а куда же оденусь вот только наберу мясо нормально нормально не всегда этим упражнением можно начинать тренировку разогреться перед базовым тяжелым упражнением а можно заканчивать в плане добил очки упс упс а хочу очень вырезать шишку не могу найти на это время я всегда в строю ванька здоровый кабан он очень здоровый кабан у ваньки сколько банка сантиметров у ваньки а а а а а а а а нормально а попки а а а а а давай бомбе хватит жопу показывать наклоны ниже ксюк наклон а а в смысле как вас на разделить то говоришь ксюша обе откликают в моем джин торопине 10 и у а в остальных не знаю выступать надо с большими и с маленькими со всеми работать чтобы нарастить ноги и силовые надо делать и многоповторные все прокачивать а фофома привет димон там мастер-класс да да мне капучино да только ну не перформанс а капучино короче да а тебе как всегда можете бананчик еще туда не бананчик не банан вчера поставил да 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 мы сегодня как раненько время уже было 11 на это да ну смысле так как это как вас разделить черная черная белая так всю черную ниже на кон а черная ниже на кон куку куку Это тренажеры Инфернофитнеса Чьи-то тренажеры Инферно Ванькина это тренажеры Вэспорт Если интересует фирма То Вэспорт Вот Вот чьи-то тренажеры Да, сами все собирали Сами все расставляли Здесь Общаемся мы Обязательно И дружим И общаемся Ну с какого возраста Можно ребенка вести в зал У меня девочка 9 лет тренировалась С любого возраста Только надо Чтобы вы понимали Да Это же должна быть Общеразвивающая гимнастика С очень маленькими отягощениями Растяжки Гимнастика Функциональные такие тренировки Вот С минимум весов Самым минимумом Кочнее не надо базовых движений Никаких делать Вот 14-летним Можно делать Пресед Но только Я думаю До 50% Вообще Рабочего веса Если вы на максимум Там можете присесть С килограмм Грубо говоря 100 То работать нужно В большом Повторении В 12 И Там 50% Килограмм 50 Ну соответственно Подсчитать свой вес Ни в коем случае Ни на максимум Вы еще растете Вот Обязательно Технично С небольшими весами Это очень хорошая база будет Для начала Но ни в коем случае Под веса не залазить Потому что Вам еще расти Еще и расти Еще Порядка Семи лет расти Так что Под веса не надо завазить Вот Да можно жарить грудку На сковородке Я в гриле не был Я на сковороде Я без масла Без всего На тефалевой Или водички Чуть капаешь Да Потушилась Чтобы А потом Зажарилась Без масла Без всего Мне 35 Время 36 35 35 35 Я с 80 У меня уже 36 В этом году будет В конце А сколько лет Лимону Не знаешь Лимону Ну лимону Сколько Месяцев 8 Наверное Дай Пиздец ему Да Нет Уже На Эй Боже Лимон Выступает Лимон Поехали Теперь лимон Да Видно Как только Назвали Прийти в зал И ебошить Как накачаться По самочувствию Надо отдыхать Выступать Не знаю Как мясо Наберу Так и буду выступать Пока мясо Не наберу Выступать Не буду Не считаем Время Сколько Тренируемся Сколько Время Проходит Столько И проходит Можем Два часа Ебашить А можем Полтора А можем За 40 минут Всю тренировку Сделать А хули Про нее Рассказывать Она у меня С детства Шишка Это гематома Сань Я не знаю Надо у тебя спросить Давал ты анализы И мне Шишка Шишка Стала Она Не падала Интересный вопрос Что делаешь При атрофии яичек Ничего не делаю Потому что у меня Их не было И никогда И дай бог Не будет Ну а если у тебя Не атрофируют Не атрофии не было Если они у тебя Не атрофировались То значит Забудь Нам Пролебедов Пролебедов Про детей Про все Забудь Как где Я в инферно Работаю Где я работаю С рынка С рынка Деньги собираю С 92 года Этим и живу На сухорукова Я знаю Что она Сзади Подглядывает Вон Они Подглядывают Палка Палка Такой взял Открывать 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 Похребти Хуярит Сзади Это мой Тренер Он Меня Бьет Палкой Из-за Того Что Я Долго Отдыхаю Еще Он Меня Заставляет Брать Большие Веса Заставляет Правильно Питаться Один раз Я съел Сникерс Он разбил Меня Ебало Пойдем Качаться Моя? Да Моя? Моя Не оставляй Наша Наша? У меня нету Моего Есть Наша Наша Треба 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 Для Мы Будем Такое Упражнение Делать Вообще Крутую Набиться Углевод Углевод Лучше Банан Перед Треба 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 Углевод Треба Треба Смакончик Смакончик Встрер Про анал Димон Рассказывал Про анал Ваньку Димон Рассказывал блядь один и тот же вопрос на 28 развивать откуда шишка блять вот вот от этой палки у меня сколько детей я не знаю узнать я не считал вот я это хочу удалить а он не говорит вторую набить тебя причем для иван энергетик энергетик пирс и украсть зачем или удалять она мне не мешает и держи палочкой пол бля не уже не видно за счет чего это она делается это упражнение ой мажор 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 на задней поверхности бедра на поверхности бедра растут волосы ребят безграмотность блядь полнейшая я вот это убивает поверхность бедра на поверхности кожи и волосы растут но у кого-то не растут кто-то депилируется вот мышцы бедра это я еще понимаю задние там сгибатели бедра и не на как угодно но поверхность бедра в это пиздец упражнение до бомбовое упражнение вообще космос я не злюсь то я по образованию автомобилист автомобили автомобильное хозяйство управление на транспорте но это все шляпа давным-давно забыто я не злой на самом деле вы зря это ну я просто иногда эмоционально пытаюсь доходчиво объяснить капучино в баре ой каким способом развивать нервных на димон тебе вопрос нейромышечную связь аккуратнее это то что-то это каким способом чего повторить вопрос развивать нейромышечную связь сейчас важнее ребята не образование сейчас важнее опыт потому что можно иметь образование но нихуя не уметь просто образование очень важно как бы момент но должен все таки быть опыт потому что все когда-то не спорю с чего-то начинали с нуля но знать и уметь это разная вещь так что ну не знаю кто как рассуждает по мне все таки опыт на первом месте чем потом образование конечно да будут конечно ребята обязательно ролики есть надо время чтобы смотировать их вот ждите будут обязательно три ролика снято найдем время отмотируем вот позавчера вчера это когда-то позавчера только она то есть каникулы смонтировала очень мотивирует ну спасибо это радует что вас мотивирует ролика качала там будут такие фишки на новую камеру снимали так что все будет нормально на глупрошка три ролика там такие фишки у вас ответы на восьмое на вопросы будут ответы угары оооо сейчас три ролика было некогда было но я закину закину новость наверное сегодня по ответам на вопросы их что-то не очень хорошо смотрят там я вообще смотрю канал мало просмотров странно но я как бы нигде его не пиарю я в межсезонье не пиарюсь в межсезонье блять что я имею ввиду не раскручиваю никак не накручиваю просто выкладываю ролики и все ну канал спал да но сейчас я уже достаточно часто выкидываю почти через день ролики через день через два вот три ролика у меня снято там такие фишечки у вас поугарайте немножко такой легкий формат будет пиздеж и кач сначала пиздеж потом кач потом опять пиздеж и все что смысл перископа да хуй его знает ну за счет перископа как бы все равно медийная составляющая она развивается я считаю дает свой бонус перископа люди узнают обо мне перископа люди переходят в группу на канал я думаю много таких людей которые через перископ узнали о канале у меня вообще на самом деле монетизации нету ни с чего я ни копейки не заработал ни с перископа ни с канала ни с группы ни откуда я оцениваю свои шансы достаточно перспективными в про на 5-7 лет я адекватно смотрю 5-7 лет в принципе я дам просраться ну по крайней мере постараюсь мне надо я получу про карту блять жопу разорву но получу ее в этом году блять по-любому вот и 5-7 лет я думаю что постараюсь дать конкуренцию на про турниры так ребята я только за хоть завтра полечу на семинар но понимаете для этого нужно чтобы появились какие-то организаторы мы с ними договорились чтобы я чтобы мне это не в минус хотя бы пошло хотя бы в небольшой плюс чтобы я не тратил деньги на билеты на проживание а еще на что-то если на волну как-то компенсировал там мне не надо много денег вот я реально вижу адекватный ценник за по сравнению со всеми за такие деньги на никто нет за тридцатку вот я как бы думаю за тридцатку мне говорят что так дешево там 50 70 100 все берут за семинар мне тридцатки хватит ребята надо предложение от организаторов семинаров понимаете вот люди организаторы платят такие деньги там не ебовые всяким там почему с коровой потому что он потихонечку развил эту тему и сейчас на него собирается много народов там другой вид популярности немного чем у меня вот и на него собирается много народов но выгодно его приглашать да ничего не думал про Рискова тысячу лет его не видел на Диман держи как получить профкарту но выиграть международный турнир чуваки как ее получить нахуй взять абсолютку на Москве на России бля и этого недостаточно и этого недостаточно нет надо выиграть турнир где удается платар да салам салам и ну мы и у мы нет мы Так, лодыжки надо попить. Да, Димон выступающий спортсмен. Немножко отдых просто у него затянулся. Мне некогда заниматься платными материалами. Для этого нужно стать блогером и пытаться с этого зарабатывать и жить. Я немножко хочу развиться в другом направлении. Блог – это для меня больше хобби и определенная самореализация на медийном пространстве. Которая мне пока что не приносит денег. Надеюсь, что большее количество подписчиков, зрителей просто поспособствует в дальнейшем какой-то контрактик получить. Но, опять же, достойный. Всякую ебалу, которую мне предлагают, я не соглашаюсь. Я не хочу быть за какие-то банки, какие-то смешные деньги. Даже не деньги, деньги никто не предлагает. Банки какие-то, склянки, блядь. Быть обязанным – это неинтересно. Эти банки я могу себе, в принципе, купить. Вот. Две-три банки протеина, блядь. Тупыню. Кто это здесь? Я, слава богу, как-то смогу на это заработать. Да, работа за еду, блядь. Это шляпа. Был бы контракт хотя бы соточку. На кэш-кэш соточку. Я бы согласился. В принципе, меня ничего не держит. Вот. Ну, чем больше, тем лучше. А, извините, там на 15-20 тысяч там протеина набрать, на ком не нужен. Я его не ем практически. Это протеин. Все последующие соревнования будут только там, где есть прокарта. Ребят, я на три года вперед себе сделал задел. Я могу не выступая на российском уровне. Выступать на международных турнирах три года. А если я каждый турнир буду ходить в тройку, я себе буду еще на три года продлять. Так что мне теперь не обязательно выступать. Мне надо регулярно. Но я надеюсь, что я выступлю и выиграю. Если не получится, ну вот. Но это по правилам, по новым. Вот. Для того, чтобы выйти на международный уровень, ты должен войти в шестерку на России. Так что задумайтесь. Есть просто некие угрозы, которые уже собрались на Олимпию. Еще в шестерку на России даже не входили. Удачи вам. Угрозы. Это я стебусь немножко. Да, юзал бы. Юзал. И юзал бы так же. Потому что то, что я юзаю сейчас, и то, что юзают все, это большая разница. Я... У меня очень маленькие дозировки. Настолько маленькие, что никто не поверит. Поэтому доказывать кому-то чего-то, у меня нет смысла. Вот. Я и мой тренер, мы знаем, на чем я расту. И ученики тренера моего. Нам никто не поверит. Просто в этом хуй толку говорить. Даже вот так откровенно, что я делаю, всего никто не поверит. Просто никто. Чуть меньше полтора грамма. От грамма до полтора. Вот. Не больше. Ну, хуй кто поверит в это. Потому что взять самого, блядь, дрича, нахуй, который делает свой первый курс, он делает больше. Сейчас просто тренера в округе все идут. Я как послушаю, ебать, там по три, по пять грамм в своих учеников запихивают. Я вообще бахуя, я честно. И все зря. Я просто в ахуе. Честное слово, в ахуе. Вот. Ребятки, держите, держите Димона. На, Димон, пообщайся с тебя. Я сделаю подход. 400 миллиграмм, вес 98, это нормально. Ночью надо, блядь, спать, а не грудку есть. Грудку надо есть, блядь, после тренировки. И в течение дня, каждые два с половиной часа. Леприз-зверь. Вон, леприз. Нет, это не леприз. Это Иван Водянов. У нас Ральсамбати. Так, еще тягу эту самую горизонтальную к себе, только ручку, сейчас, ручку только повесьте, широкую вот эту. Делайте вот так. Вот только тянем к низу живота. Не вот сюда, а на сидячем, не узким, а широким. Но широким тоже к низу, к животу. Давайте. Вон, ручка валяется с ручей, с боковыми. Ой, пуля, ребят, заработался. Пуля вообще что-то заработался очень. У него много работы, говорит, денег надо бомбить. Вот, это мы бездельники, блядь. Да уже праздники бухают, наверное, народ. Да, Фафома, у тебя правильные мысли. В правильном направлении мыслишь. Гормон и инсулин. Ну, это для профи. Это для про. Мыслишь в правильном направлении. Ну, опять же, сказки про 50 единиц, там, про 60 единиц гормона. Это все равно сказки. Димон, вторую не набей. Мы не даем совет, это ваше дело. Лучше обратитесь к тренеру, который вам подскажет, что вам делать. Ну, вот так вот в телефон совета не даем. Иван, брось палку, вот туда, где эти штанги. Так, что там, девчули наши делать. Лопатками вперед-назад, плечами тоже. Вот. Да, сильнее растягивайся. Хорошо. А, слушай, а широко, может быть, вам это... Не, сверху, сверху хватом. Только за ручки вот там. Не за боковые, а прям... Да, вот здесь, да. Потому что широковато, я смотрю. Вот так, да, бери. Вот. Нормально. Отъехай назад, еще ноги выпрями. Повыше поставь. Повыше поставь ноги. И вот, с наклончиком вперед, с прямой спиной только. Вот. Плечами вперед-назад, плечами. Так. А, я тут пока это... Ничего я не советую. Теста, блядь. Ни теста, ни масла, блядь. Ничего не советую. Ребята, я не знаю. Это не ко мне. Это ваше личное решение. Ваши личные проблемы. Вот. Откуда вы знаете, что кто ставил? Господи. Ну, хотя... Ребята, ну, хорош уже про это, блядь, хуйню. Я сейчас выключу перископ. Да-да-да, вот так. Все, про фарш нахер, блядь. Не разговариваем. Я ничего вам никого не говорил и не советовал. Ну, не нравится, как мы тренируемся, не смотрите. Так, Диман, качаться пошли. Давай сгибание по одной. Вы, блядь, качаться-то, нихуя не умеете. Я, блядь, отвечаю, вот, просто отвечаю вам, что 99% из вас, кто сидит здесь, даже качаться не умеет, блядь, стопроцентно. А вы, блядь, все, сколько грамм, сколько чего, сколько того, блядь, какой первый курс, ты качаться научись сначала. Вот отвечаю, что, блядь, 99% здесь не умеет качаться. Если ты придешь сюда к нам в Эльферме, качнешься, блядь, с нами, ты сдохнешь, блядь. Мы тебе покажем, как качаться надо. Вот. Не зря, давайте все сюда, вот все 65 человек, приезжайте, блядь, посмотрим, умеете ли вы качаться или нет. Я вам покажу, блядь, как надо делать, и что вы там делаете. Потом, блядь, только носильщиков с собой заберите сразу, чтобы вас вынесли отсюда. А потом будете говорить уже про тесты, блядь, про хуесты и про все остальное. И про масло. Welcome, ждем всех. Нет, без всяких там обид, без всяких предъяв, без всего. Просто, просто приезжайте и качнемся. Буду рад видеть всех. Это не оскорбление, не это самое. Вот просто реально приезжайте, блядь, и качнемся. По полной. Вот. А потом, а потом встанет разговор о тесте и обо всем остальном. Ребята, я всех рад видеть. Всех, абсолютно всех. Вот. Блядь, заебал, нахуй. Как будто я ему, блядь, должен, нахуй. Немножко. Блядь, вы не в документе прилетели у вас? Да нет. Не в документе. Ну. Я 15-ка делаю. Блядь, ну сделай 12 раз, я не знаю. Блядь, что в документе. Сейчас разогреться. Блядь, я не протяжам 90-85 сейчас. Не в классику не хочу. Блядь, блядь. Блядь. Давай, блядь. Бамби. Такую залупу пишут. Что, обиженные что ли появились? Зачем Кайгрин ебал арбуз? Давай, делай. Зачем Кайгрин ебал арбуз? Да это его дело, что он ебал. Блядь. Стуки. Больше чем уверен, есть еще, блядь, похлеще. Только зачем ебежку лак свой? Что за арбузы ебал? Вот это что ли? Улетел. Парни, конечно, легенда. Парни легенда. Еще какая. Димон, спину не выгибай. Ты как-то что-то горбатишься как-то. Может, я тоже горбатишься? Да, встань повыше. Ты спину гнешь, у тебя связь теряется. Связь длинных с ягодичной, с бицепсом. У меня 171 рост. Простановую, что сказать. Мы сегодня становую не делаем, так я делаю. Становую на прямых ногах. И с очень большим весом делаю становую. Могу за 200 с хуем делать. На прямых ногах. Вот, классику я не делаю. С пола там не стучу. Коленки себе не обдираю. Нет, нахер не нужно. Вот. А чисто работа на бицепс бедра. На прямых ногах. Да. И в смите. Могу тоже Станова поделать. О, ребята, вопрос. За сколько месяцев сушиться в натуражку? Если ты весишь 150, и у тебя из них 50 жира, то я думаю за год. Если ты весишь 120 кг, и у тебя из них 5 кг жира, то я думаю за месяц полтора высушишься. Понимаете, как? 20% жира, ну, скажем, 16-18 это фитнес-норма. Вот. Я так не могу. Понимаешь, может быть у тебя 20% все на животе. У тебя могут быть ляжки и вообще без жира, вверх без жира, а все на животе. А может быть равномерно распределено. Смотря по какому. Знаете, есть распределение по женскому типу. Вот. Это вообще ужасная, блядь, тема. Распределение жира у мужика по женскому типу. Это спасательный круг, блядь. Там его сушить можно. Ну вот, видите, возможно у вас это, блядь, и есть. Это проблемная хуйня. Может быть, ну, кто вам скажет за сколько. Я сам-то не знаю. Вот видите меня, блядь. Где я тут. За сколько мне сушиться. Потому что все время эксперимент и есть вероятность там раньше и позже. Нет, чуть согнуты. Чуть-чуть согнуты. Поэтому за сколько месяцев сушиться, тому богу известно. Бля, ну а кто бы не хотел стать как Филхит. Я бы очень хотел стать как Филхит. Очень. Держи, Солнце. Кнопочки, кнопочки вот здесь не трогай. Сбоку держи. Все, держу. Так, вы все что-то? Да. Что нам сделать еще? Киперэкстензия для спины. То есть, вот так, вниз опускай, поднимай. Угу. Вот так, сгибая позвоночник. Хорошо. Самый низ, до параллели. Вниз крутились, до параллели продвинулись. Лучше не надо, потому что выше жопы тянут. Хорошо. Как дела? Все у меня отлично. Лучше всех. Сейчас Ваня подход сделает. У меня поясница напрягается, вместо бицепса ног пристанывает. Значит, слабая спина. Закачивай спину сначала. Гиперэкстензия делает. Да. Привет, привет. Отличное настроение. Боевое. Привет. Привет. Так, вы снимаете? Сейчас пока нет. Давай. Грудки жарить будем? Будем грудки жарить. Давно вы что-то не жарили грудки. Совсем. Расслабились. Вон Димон сейчас будет качать. Давай. Примей спину. Злее. Что, Аксюша? Дожор? Точно, дожор. Ой, не знаю, ребят. Не знаю, честно. Сейчас нет дожора. Мы очень поздно приезжаем. Жарались, кушали. 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 А кто-то, кто-то, кто-то сказал мне, что кушал суши, а кто-то курочку трескал. И салатик, не бойся, как он писал. Нет, я курочку с овощами гнял, гриль. Пирог я обычный. Овощи гриль, курица, короче. А, овощи гриль. Я купил за вас гриль, Тефаль такой же. О-о-о. Нам надо за Тефаль уже брать деньги, потому что мы спонсируем Тефаль. Реклама, реклама. Да, реклама. Рекламируем. Ну, скажите, гриль это вообще вещь. Реальное. И быстрое, и очень вкусно получается. Очень вкусно. Теперь, кстати, куриную грудку можно попробовать у нас в баре. Специально от Иванова Одянова. Сходите к нам в бар. Я в духовке сделала. Ну, в духовке это можно пересушить. Оно немножко такое, не такое получается, как на гриле. На гриле она лучше получается. Вот, ребят, смотрите. Так, грильничка. Сначала грильничка, потом еще начальше. Пошла. Ну, как вам? Ну, еще давай, что-нибудь. Все, хватит. Разбежались. Разбежались. Сейчас они будут писать. Дрыщ! Да, дрыщ. Волосатый, блядь. Сука, волос заебал. Волос заебал. Смотрите, что творится. Все на спине так же. Бля, у тебя на спине так же. Да, смотри. Бля. Ой, бля. Слушайте, можно это самое. Сбрите носки сшить. Сбрите носки сшить. Да. Из натурального волоса. Ребята, музыкальные треки. Блин, знаете чего? Мы что-то проебали. Мы выложим. Выложим, наверное, где-нибудь их. Где-нибудь выложим, скажем потом. Знаете, есть группы такие. Музыка без авторских прав. Вконтакте. Посмотрите в моих группах. Эта музыка вся оттуда. У меня на моей странице Вконтакте, в моем профиле, посмотрите, группы. У меня их там немного, этих групп. Я никогда не подписываюсь особо никогда ни на кого. Вот, у меня есть там 2-3 группы музыки без авторских прав. Пощелкайте, там можно найти. Вот. Ерунду какую-то. Так что вот так. А постараемся сделать этим. Просто, блин, так получается, что все это выкладывается на скорую руку. Бегом-бегом. Вот. И надо Ксюхе делать репост, наверное, на своей странице. И там писать. Какую она музыку ставила. Вот. Мы сейчас вместе. Мы сейчас вместе с Ксюхой будем, наверное, сегодня, может, ночью посидим или завтра. Я кое-чего ей там покажу в монтаже. Хочу покрасивее, как-то почетче ролики поделать. Мы тут 3 серии сняли. И фишки всякие покажу. И которые знаю. Может, что-то поизучаем. Брязь. Какой метод прокачки? Мясо на пресс? Я бы не наращивал. Убери жир, и появится пресс. Ну, молодец, да. Первые ролики я и исправлял. Там много косячков было. Последний вот ролик. Вообще ничего. Даже, ну, вообще ничего не это. Не правил. На том уровне, на котором я знаю. Я ей просто покажу там кое-как. Как что, кое-как накладывать. Еще. А так, в принципе, она молодец. Она читает, да. Она читает комментарии. Вам тоже спасибо за отзыв. Да, да, да. Так, кто будет это, ругаться, я вот ей отдам вас на растерзание. Бля, это просто... Берегитесь тогда. Берегитесь. Одной сиськой, бля, сверху, прихлопнет. И еще потом на одну положит, другой прихлопнет. У нас там будет сейчас в ролике одна хрень. Да, конечно, пытайтесь. Левая коронная, правая похоронная. Левая коронная, правая похоронная. Да, что-то мы заболтались. Что-то мы запиздились. Интенсивность потеряли. Так, Саша, блядь, ложись спать. Отбой. Завтра рано вставать, тренировать людей тебе, блядь. Как не хочу. Через не хочу, блядь. 96 я сейчас вешу. 39 лет. Я, наверное, сегодня раз третий или четвертый отвечаю, сколько мне лет. 39. Нет, я не тренируюсь у Славы. Я тренируюсь у Ивана Водянова. Ну, да. Это Димон. Он даже не ученик. Да, Димон, халатует. Да я же говорю, тяжело под... Димон, братан. Димон, тут говорят, у тебя техника говно. И я с этим согласен. Ты с всем телом закидывал. Ну, двигался. Давай пятнашку, да, конечно, ты кидался. Давай пятнашку, я пятнашку, а ты двадцатку. Я пятнашку нашел, а ты двадцатку убирай. Поставим меньше вес, и справимся. Ну, все равно горит от меня, почему горит. Да горит, но здесь вот. Я понял. Просто горит-то она горит. Сокращение маловато было. На, держи. Это деревяки. Все уже не делают. Тихо. Саня, блять, ложись спать. Сколько упражнений? Да хуя, сам знаешь. Четыре минимум. Слушай, в зале. В зале два хуя и пять пёск. Пять пиздёнок. А, вон ещё один хуя. Три хуя и пять пёск. Конечно, диуретиками подводился. Просто понятие подводиться диуретиками разное у всех. Кто-то, блять, фуросимид ебашит. А кто-то бьёт полтаблетки три ампура и всё. Правильно так, как тебе подходит. Всем по-разному. Правильного не существует. Правильные только законы. И то они все кривые. Есть закон, который не обсуждается. Вот он правильный. А подводка к соревнованиям, она индивидуальна. Для неё нет правил. Больше всего меня, я уже сто раз говорил, вымораживают такие товарищи, которые подходят. О, Иван, подскажи, как слиться мне к следующему старту. Вот где-нибудь на регион приезжаешь. Я ему говорю, ну покажи же вот, а там 3-4 сантиметра жира, блять, сало просто. Я говорю, ты, братан, тебе сушится 2 месяца, блять, вообще без углей.